добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить об идентичности сегодня хочу буквально несколько слов сказать о разделенной идентичности антиподом разделенной идентичность является целостность и что такое целостность в данном контексте на мой взгляд это когда ты думаешь говоришь и поступаешь абсолютно идентичны ты не разделяешься сегодня у нас достаточно много людей которые говорят одно думаю другое поступают совершенно этим образом вот целостных людей людей которые думают и говорят что думают мало еще меньше тех кто думает что говорит целостность современного человека достаточно сильно разрушена под давлением различных сил той же самой толерантности тех же самые требования общества быть более терпимым к различного рода аморальностям и так далее так далее люди поддаются давлению потому что человек психологически очень пластичен но это не происходит без последствий в обязательном порядке мы теряем целостность когда мы с вами думаем о том что например гомосексуализм это плохо но не можем это сказать потому что за это на тебя как минимум будут говорить смотреть неправильно и так далее как максимум ты можешь пострадать у нас есть один очень интересный случай когда одна газета в своей публикации нелицеприятно высказалась в отношении гомосексуалистов сказав что это не нормально и проиграла в суде потратив достаточно большую сумму денег на штрафы и вот это давление оно разрушает целостность то есть ты думаешь что это плохо ты боишься это сказать потому что будут определенные последствия и уж точно ты не предпримешь никаких шагов чтобы каким-то образом это изменить тоже могу привести пример когда это меня зацепило за живое я противник любого рода гомосексуальных действий и было несколько моих открытых высказываний на эту тему то есть давайте посмотрим как это происходит то есть я считаю что это неправильно считаю что это грех я публично высказался на эту тему и через некоторое время появилась такая знаете утка что дескать мы обратились к правительству с просьбой запретить пропаганду гомосексуализма мне позвонила одна из представительниц этого движения или сочувствующая им надолго ругалась со мной по телефону и после этого в ее статье она журналистка был просто разгром меня сделали недалеким тупым дебиловатым идиотом который не понимает что говорит не знает вообще ничего врет напропалую и так далее так далее так далее она написала те вещи которые по сути как бы я не делал я то есть она написала предвзятую тенденциозную свое понимание интерпретацию моих слов и знаете когда пришло время и ко мне обратились и сказали давай мы все-таки сделаем вот эту петицию я подумала надо ли мне это потому что давление общества она достаточно серьезно очень многие наши папы с наших групп они начали очень сильно резко меня критиковать все хотя не знают мою позицию то есть я стараюсь не трогать этих товарищей но позицию свою высказываю и вот знаете я начал размышлять думать как раз об идентичности а целостности вот она разрушается исходя из всех этих вопросов нам постоянно говорят ты не имеешь права критиковать ты не имеешь права высказать свое мнение ты можешь думать все что ты хочешь но ты не можешь это высказать потому что у тебя будут последствия и не дай бог если ты еще и будешь предпринимать какие-то действия относительно того что ты думаешь ты своих реальных убеждений и молодые люди вот почему среди бунтующих знаете таких вот бунтарских ребят это много молодежи то есть это люди у которых еще не до конца разрушилась их целостность то есть они все еще способны говорить то что думают они все еще способны делать притворять жизнь собственные планы и мечты но им пресс противостоит вот этот щебень разрушенных целостности более старшего поколения людей которые перестали сами думать и говорить одно и то же и пытаются превратить в эту щебенчатую массу молодых людей вот наша с вами задача как отцов наша задача как родителей состоит в том чтобы наши дети сохраняли эту идентичность целостность максимально долго а может быть и всю жизнь чтобы они не боялись как минимум в семье говорить то что они хотят сказать смело поделиться своими пусть ошибочными пусть него неверными мнениями суждениями размышлениями но не боялись этого делать это сохранит их целостность если мы будем их нежно с любовью поправлять а не пытаться сделать так чтобы не держали свое мнение при себе итак проблема разделенной идентичности это разрушенная целостность и наша задача помочь детям сохранять эту целостность максимально